Фари Игна Фаирс, США, как Трампу покончить с войной в Сирии Айман Абдельнур Фари Игна Фаирс, США 28 апреля 2020 года Читайте также сюжет Обострение ситуации выдали билетом 2011 года, когда мирное протестное движение в Сирии начало перерастать в полномасштабную гражданскую войну Сирийские оппозиционные активисты умоляли президента США Барака Обаму помочь им свергнуть самовластного лидера страны Башара Асада Чиновники из Госдепартамента и законодатели из обеих политических партий принимали диссидентов с большой теплотой и симпатией Но администрация Обамы, сосредоточившаяся на том, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие И не желавшая завязнуть в межконфессиональном конфликте, вмешиваться отказалась Следующие пять с половиной лет, когда в ходе сирийской гражданской войны погибли сотни тысяч человек А миллионы стали беженцами Обама на словах поддерживал сирийских повстанцев и оказывал им гуманитарную помощь Но не более того, он неоднократно отказывался от решительных действий, хотя мог покончить с жестоким правлением Асада или изменить ход этого кровавого конфликта Вступив в 2017 году в должность, американский президент Дональд Трамп часто подвергался критике за отсутствие последовательной внешней политики и очевидную неприязнь к традиционной дипломатии Но Трамп продемонстрировал, что способен принимать смелые решения и не боится конфронтации Например, в Сирии Трамп дважды отвечал на применение химического оружия Асадом, немедленно нанося ответные авиационные удары Этим он очень сильно отличался от своего предшественника, который назвал химическое оружие красной чертой А потом пассивно наблюдал за тем, как Асад использует это оружие против гражданского населения Противоречивое заявление Трампа часто приводит в смятение внешнеполитических аналитиков и давних союзников США Однако его ситуативный подход к решению международных проблем часто оказывался весьма эффективным Хотя хули телепрезиденты не желают это признавать Даже решение Трампа аннулировать ядерную сделку с Ираном и ликвидировать командующего подразделением КУДС генерал-майора Касема Сулеймани Которые можно назвать самыми скандальными и дерзкими за все время его правления Не привели к тем катастрофическим последствиям, которые предсказывали многие его критики Трамп упора снова начать действовать смело и решительно, заключив большую сделку по Сирии Благодаря необычному стечению экономических, геополитических и эпидемиологических обстоятельств У администрации Трампа появилась историческая возможность положить конец конфликту, который опустошает Сирию почти 9 лет Сирийская экономика за годы этой долгой войны существенно ослабила Но начавшийся несколько месяцев назад финансовый кризис в соседнем Ливане подтолкнул ее к полному краху Серьезно ослаблена сирийская армия, из-за чего сторонники Асада впервые открыто усомнились в легитимности режима Россия и Турция, поддерживающие в этом конфликте противоположные стороны, сталкиваются с собственными внутриэкономическими проблемами, которые внезапно и резко усугубились с появлением коронавируса Астанинский мирный процесс, результатом которого в 2017 году стала сделка между Ираном, Россией и Турцией, сегодня разваливается Ослабленный Иран все чаще играет в нем роль помехи Даже заключенная 5 марта между Россией и Турцией соглашение о прекращении огня в Идлибе начала расползаться по швам уже через несколько недель после его подписания Действуя быстро, и предложив обеим странам, особенно России, достойный выход из этого конфликта, который им уже непосредством, Соединенные Штаты могут раз и навсегда положить конец войне в Сирии Крах экономики в контролируемых режимах районах Сирии экономика лежит в руинах Не хватает топлива и бытового газа, население страдает от дефицита товаров первой необходимости, курс сирийского фунта резко упал, а цены пошли вверх Впервые за десятилетия из-за нехватки пшеницы правительство может отказаться от хлебных субсидий, которые очень важны для поддержания легитимности власти В отчаянной попытке скрыть свою неспособность обеспечить сирийцев хлебом в достаточном количестве правительство использует новаторские методы его распределения Теперь оно раздает хлеб с грузовиков, а не в традиционных пекарнях, и выдает каждой семье пайковые карточки с электронными чипами Теперь, если сирийцы не получат хлеб, чтобы накормить свои семьи, правительство сможет оправдаться, заявив, что они недостаточно быстро бегают и не успевают за грузовиками с хлебом, или что они по неосторожности повредили чипы на своих карточках Отключение электричества происходит постоянно, и некогда стойкие сторонники режима уже начали открыто критиковать осады и его ближайшие окружения, осуждая их за повсеместную коррупцию, из-за которой миллионы людей живут в нищете ВВС осады настолько слабы, что в феврале Турция сумела ввести воздушную блокаду над идлибом силами всего двух истребителей F-16 и группировки беспилотников В последний раз Сирия закупала в больших количествах самолеты в 1983 году, правда, в 1996 году она приобрела маленькую партию В настоящее время у осады всего 30 действующих самолетов, а в случае их поломки ВВС не хватит запчастей для ремонта Сирийская армия тоже истощена и деморализована, а на несколько месяцев готовилась к героической последней битве за освобождение северо-западного региона идлиб И войска были шокированы, когда 5 марта их наступление было прекращено из-за российско-турецкого соглашения прекращения огня Как так, соглашение о прекращении огня на сирийской территории, а заключает его без участия сирийского президента Для многих солдат, узнавших, что их лидера даже не пригласили на переговоры, это было ужасное откровение, поскольку они наконец поняли, как осад присмыкается перед Россией Амбиции России и война в Сирии являются одной из самых сложных в современную эпоху, но причины вступления в нее российского президента Владимира Путина в сентябре 2015 года были довольно просты Путин надеялся повысить статус России и укрепить свою собственную международную репутацию Сделав Россию незаменимой в кампании против ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, примечание Перев Путин полагал, что она станет равноправным партнером Запада в борьбе с терроризмом, как Советский Союз В свое время вместе с союзниками боролся против нацизма Путин не скрывал свои замыслы, когда выступал в ООН не задал годы российской интервенции в Сирии Он высоко оценил Ялтинскую конференцию, которая заложила солидный фундамент послевоенного мирового порядка Не будет преувеличением сказать, что подключив Россию к войне в Сирии, Путин надеялся позднее оказаться в положении Сталина в Ялте Который встречался там с лидерами других великих держав и делил мир на сферы влияния Но все получилось иначе Россия достигла абсолютного предела в том, что она может сделать в Сирии Будь это реклама ее оружия или шлифовка ее имиджа перед мировым сообществом Дальнейшие действия в Сирии грозят испортить этот самый имидж России Продемонстрировав слабость российского оружия против более мощного турецкого арсенала Сирийская армия целиком и полностью зависит от безоговорочной поддержки России Но сейчас появляются верные признаки того, что русские теряют терпение, видя, как ведет себя САД И начинают сомневаться в целесообразности дальнейшей поддержки его режима На прошлой неделе принадлежащей близкому союзнику Путина российское информационное агентство опубликовало разоблачительный материал о слабости и коррупции САД Новость о том, что САД недавно потратил 30 миллионов долларов на картину Дэвида Хокни Чтобы подарить ее своей жене СМИ, первым опубликовало тоже российское издание Но самой убийственной для сирийского режима стала недавняя статья бывшего российского посла в Сирии Александра Оксиненко В которой он утверждает, что ОСАД одержим военной победой Что он все меньше осознает реальность и не способен восстановить послевоенную Сирию И снова превратить ее в дееспособное государство Сегодня, когда цены на нефть чрезвычайно низки, Путину очень нужны новые источники дохода Мирное соглашение, позволяющее начать проекты реконструкции, дали бы России неплохой шанс вернуть часть денег, потраченных на помощь ОСАДу Поскольку российские компании могли бы получить немало прибыльных контрактов по восстановлению страны А Путин в этом случае получил бы международную политическую победу Путин не откажется от ведущей роли России в послевоенной Сирии Но он с готовностью пожертвует ОСАДом, если тот будет мешать достижению данной цели Прежде всего, администрация Трампа должна сосредоточиться на том, чтобы усадить Россию за стол переговоров Но и Турции тоже очень нужна сделка Экономическое положение этой страны ухудшается, а противоречия в рядах правящей партии справедливости и развития нарастают Людские потери и финансовые издержки от интервенции в Сирии могут стать неприемлемыми для турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана Без поддержки НАТО Турции не добьется успеха в Сирии И Эрдоган боится, что американцы внезапно уйдут с северо-восток этой страны Когда 5 марта был прекращен огонь в Сирии, Турция начала осторожно сотрудничать с Россией Но Эрдоган рассчитывает на американскую военную помощь, как в рамках двусторонних отношений, так и предоставляемую через НАТО И он будет рад, если администрация Трампа вмешается и положит конец этому конфликту Шаг к миру Дорожная карта мирного и демократического политического перехода уже существует Она изложена в резолюции 2254 Совета безопасности ООН и принята единогласно в декабре 2015 года Но прекращение огня – это первый шаг, и Трампу следует ухватиться за эту возможность Возглавив процесс На самом деле, он, наверное, единственный мировой лидер, способный это сделать Да, позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше Но Путин без колебаний проследует за Трампом к столу переговоров Отчасти из-за того, что это льстит его новым елтинским амбициям Но в основном, потому что у него нет выбора Заключив сделку с Россией и обеспечив капитуляцию осада Трамп сможет договориться с Эрдоганом И после этого поставить Сирию на путь демократических преобразований и мирного восстановления Война в Сирии хаотичная Там сталкивается множество интересов И существует множество проблем Которые надо будет урегулировать в окончательном соглашении Но сделка с Россией и Турцией, ведущая к надежному прекращению огня и отстранению осады Является необходимым первым шагом После этого к процессу с готовностью подключаться курды Трамп показал свою способность действовать смело и решительно Заключив большую сделку по Сирии Он снова продемонстрирует миру, что способен добиваться ощутимых результатов Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...